Итак, всем доброго времени суток, это GadgetX. Китайский бренд-компания Nubia представила новый игровой смартфон Red Magic. Устройство получило высокопроизводительную аппаратную начинку и целый ряд уникальных особенностей, которые придутся по вкусу всем мобильным геймерам. Игровую направленность Nubia Red Magic выдает внешний вид. Вдоль задней стороны проходит светодиодная полоса, переливающаяся разными цветами во время работы устройства. Там же находятся и отверстия забора воздуха для охлаждения процессора. Производитель заявляет о применении передовых методов термодинамики. Да неужели? Я так полагаю, это они так пафосно назвали банальные кулера. На задней стороне также расположились сканер отпечатков пальцев и 23-мегапиксельная камера с сенсором Samsung и объективом со светосилой f1.7. Спереди расположился большой 6-дюймовый дисплей соотношением сторон 18 к 9 и разрешением 2160 на 1080 пикселей. Над экраном находится 8-мегапиксельная фронтальная камера с размером пикселя 1,12 микрометра и объективом с диафрагмой f2.0. С сердцем Nubia Red Magic выступает восьмиядерный процессор Snapdragon 835, работающий на частоте 2,45 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ типа LPDDR4X. Для хранения данных предусмотрено 128 ГБ двухканальной памяти UFS 2.1. Емкость встроенного аккумулятора 3800 мАч. Заряжается смартфон через изъем USB Type-C. Аппарат оснащен Bluetooth 5.0. Работает гаджет под управлением Android 8.1 Oreo. Также стоит отметить поддержку технологии DTS с системой смарт-усиления и наличие выделенного цифрового аналогового преобразователя для высокого качества звука в играх, фильмах и прослушивании музыки. Сбор средств на производство Nubia Red Magic будет запущен на краундфандинговой площадке Indiegogo. Первые покупатели смогут заказать смартфон всего за 399 долларов, короче за 400 баксов. В общем, такие вот у нас, ребятки, новости. Продолжение следует...